День психолога в России праздник сравнительно молодой, а психологическое здоровье проблема очень старая. Несмотря на столь позднее признание этого профессионального сообщества, психологи продолжают помогать всем, кто к ним обращается за помощью. Среди них есть специалисты по детским, семейным, профессиональным проблемам. Стоит отметить, что современная психология очень разнообразна и, наверное, на каждую психологическую проблему найдется свой метод коррекции. Если ты хочешь помогать через себя, ты должен сам, прежде всего, избавиться от каких-то проблем, пройти определенный путь. То есть требования не только к самосовершенствованию, да, то есть к самообучению. И чем больше методами владеет психолог, то тем больше у него шансов помочь человеку, потому что, ну, один метод не работает, можно применить другой. Именно поэтому настоящие психологи постоянно повышают свой профессиональный уровень. Найти действительно грамотного специалиста иногда бывает трудно. Слишком много самоучих с непонятными дипломами. Вас всегда должно насторожить, если в графе образования специалист пишет через запятую «астролог», «психолог», «потомственный маг». К счастью, хорошие специалисты все же есть. Большинство из них заняты работой в государственных и федеральных структурах. В последние годы различные ведомственные службы стали вводить в свой штат психологов. Поэтому сотрудникам таких организаций уже легче. С ними рядом всегда есть грамотный специалист. А вот многим так не везет, и большинство людей не в состоянии справиться со своей проблемой, продолжая жить в депрессивном состоянии. И лишь на поздних стадиях решаются обратиться к психологу с частной практикой. Человеку не всегда до своего тела, да, то есть врач выписывает лекарства, но пациент приходит в аптеку и выбирает лекарство, которое по его кошельку, даже не то, что назначил доктор, а уж до души тут в последнюю очередь. Поэтому он приходит только тогда, когда совсем тяжко. То есть когда уже совершенно хоть в петлю, вот тогда приходят, решают какие-то свои единичные проблемы. На долгосрочной терапии остаются единицы. Абсолютное большинство вам скажет, что обратиться за помощью к специалисту надо как можно раньше. Хотя многие из нас уверены, что сами могут решить все свои трудности, ну или поделиться бедой с другом или родными. К сожалению, это может не избавить от психологической травмы. Жители Брянска, хотя и не массово, но все же обращаются за помощью к специалистам. Основные вопросы, которые просят помочь решить – семейные проблемы, детско-родительские отношения, психосоматика и личностный рост. Главное помнить, что помимо физического здоровья есть не менее важное – душевное. А еще есть мнение, что человек куда счастливее, если его психологическое здоровье в норме. Я хотела бы поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником. Очень долго наша профессия забывалась, да, и вот хотелось бы в первую очередь пожелать гармонии. Гармонии между телом и душой. Но остальное приложится. Игорь Мельчук, Дмитрий Комаров. События. Брянск.